Эту тем более подробно обсудим с Иваной Климпуш-Сенсадзе, это глава Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС. Рад вас приветствовать, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, знаете, очень обширная тема, и в свою очередь очень много шагов делается для того, чтобы приблизить Украину к Европейскому Союзу. Вот Зеленский, президент, говорит, что это историческая победа. Можете объяснить, пожалуйста, чисто с юридической точки зрения, и насколько этот шаг приближает Украину к членству в Европейском Союзе? Безусловно, это абсолютно такое тектоническое изменение и в подходе Европейского Союза, и относительно нашего будущего. Я думаю, что теперь мы с уверенностью можем говорить о том, что мы уже опустили якорь в своем будущем европейском, как страны, которая станет членом Европейского сообщества, Европейского Союза. Но это решение также было исключительно важным для самого Европейского Союза, который уже многие годы, ну, собственно, никак не проявлял готовности к очередной волне расширения Союза. Были достаточно тяжело, шли переговоры со всеми странами балканскими, и, собственно, то, как Украина после полномасштабного наступления, после полномасштабной атаки Российской Федерации обратилась к Европейскому Союзу об открытии переговоров, о, собственно, кандидатском статусе, о том, чтобы открыть для себя путь членства, и ответ Европейского Союза на все старания Украины, он открыл двери не только для нас, он открыл двери для реального превращения Европейского Союза в серьезного геополитического игрока. Потому что это не только об Украине, это, собственно, решение касается и Молдовы. Я думаю, что очень важно, что Европейский Союз также дал кандидатский статус Грузии, что пообещал открыть переговоры с Боснией и Герцоговиной, если она совершит еще целый набор реформ и шагов предпримет. И эти все вещи, они дают ответ для, что будет собой представлять Европейский Союз в будущем, и каким образом страны и народы этих стран могут все-таки рассчитывать на то, что они смогут, совершив трансформации внутри стран, они смогут быть частью, равноправной частью того Союза, который, безусловно, говорит о... Его история говорит о пространстве мира, пространстве успеха, пространстве благополучия. И эти вещи, конечно, все те, с которым стремится как население Украины, так и население всех тех стран, которые сегодня говорят о своем желании присоединиться к Союзу. Еще очень важный момент, это, конечно же, работа Верховной Рады Украины. В свою очередь, шла речь о том, что Верховная Рада поддержала в первом чтении евроинтеграционный законопроект 101.61. Это административная процедура, так называемая. Можете пояснить, что сейчас нужно делать и какие законы принимать Верховной Рады Украины депутатам, чтобы, опять же, если я правильно выражаюсь, приближаться к законодательству по европейским стандартам? Ну вот, Олег, знаете, мы должны понимать, что это огромный-огромный кусок пути, который нам еще предстоит пройти. Несмотря на то, что мы уже многие годы реализовываем соглашение об ассоциации, несмотря на то, что мы дополнительно выполняли определенные условия Европейского Союза и Европейской комиссии, которые были сопряжены с предоставлением нам кандидатского статуса. Это все еще те шаги, которые создают базис для серьезной трансформации страны. И это значит, что каждый год страна будет подвергаться такой оценке в рамках вот этого пакета расширения, как мы услышали в этом году, 8 ноября, когда Европейская комиссия рекомендовала открыть переговоры с Украиной. И мы будем видеть, как мы проходим прогресс соотносительно с тем, как нас оценили за это время, за этот прошедший год. Я очень хочу надеяться, что нам действительно хватит вот этой политической мотивации, единства, профессионализма, институционных возможностей каждого министерства, того же Верховного Совета Украины, кабинета министров Украины, местных администраций, для того, чтобы как можно быстрее не только принимать закон, нарабатывать, советуясь в диалоге, советуясь нарабатывать решения законодательные, принимать законы, а после этого, что очень важно и что будет постоянно оцениваться, обеспечивать то, чтобы эти законы работали, работали так же, как они работают в Европейском Союзе. На самом деле, переговоры, которые мы рассчитываем, что будут открыты уже на основе этого решения Европейского Союза, они будут предполагать прежде всего то, а насколько, как быстро Украина будет двигаться по изменению своего законодательства, своих процедур, своих подходов, того, как реализовываются те или иные политики в Украине, и какие, может быть, переходные периоды Украина получит для возможности перенести те или иные шаги на чуть попозже, какие, возможно, финансовые инструменты можно будет, может, Европейский Союз сможет предоставить Украине для того, чтобы она справилась с этими задачами. Собственно, об этом будут переговоры. Переговоры не будут о том, что нам нравится какой-то кусок законодательства Европейского Союза, вот его мы будем принимать, а если нам не нравится, то тогда мы будем отказываться принимать то или иное законодательство. Безусловно, есть части жизни стран Европейского Союза, которые не регулируются общим законодательством, но есть общие подходы. Есть общие подходы, которые касаются того же верховенства права, той же демократии, тех же баланса власти. И это те вещи, которые нам, Украине, обязательно, обязательно придется обеспечить, которые будут оцениваться как с самого начала нашего вот этого пути после открытия переговоров, так и, собственно, как и подытоживающий такой элемент всего этого переговорного пути. Это значит, что сейчас мы, на основе того, что мы получили уже от Европейской комиссии, будем планировать свою работу на 2024 год в соответствии с теми приоритетами, которые высказаны на этих 150 страницах текста, который предоставила уже Европейская комиссия. И одновременно будем вместе делать, уже ждать их результатов нашей оценки, нашего законодательства, так называемого скрининга. И на основе него надеемся, что Европейский Союз примет эту рамку переговорную. И несмотря на то, что некоторые страны, безусловно, будут пытаться все дальше, дальше также вставить какие-то палки в колеса даже для открытия утверждения этой переговорной рамки, надеемся, что нам удастся пройти и этот этап, и перейти к ежедневной сложной работе, несмотря на то, что, безусловно, нашим главным приоритетом сегодня остается охрана, защита нашей страны от российской агрессии. И, безусловно, приоритет – это победа в этой жестокой войне, которую развязала Россия против независимого демократического государства Украины. Ну и, в свою очередь, Украина может стать частью Европейского Союза в 2030 году, если обе стороны выполнят свою домашнюю задачу. Это слова президента Европейского Совета Шарля Мишеля. Но сроки вступления страны в блок зависят как от Киева, так и от Брюсселя, отмечает эксперт. В интересах Украины наращивать темпы реформ, а руководство Европейского Союза со своей стороны должно будет идти на диалог и смягчить политику расширения Евросоюза. Услышим прямую речь и обсудим. Мы все еще работаем над многолетними рамками. Это трудные дебаты, и я уверен, что нам удастся принять решение и объединиться по этой теме. Мы хотим поддержать Украину небольшой финансовой помощью. Первый пункт. Но мы также хотим принять во внимание приоритеты Европейского Союза и адаптировать наши многолетние рамки. И вот тут возникает вопрос. Шарль Мишель озвучивает цифру... Озвучивает термины. Не могу подобрать слово. Сроки, сроки. Да, озвучивает сроки до 2030 года. Но в свою очередь, опять же, это зависит как от Киева, так и от Брюсселя. Что может быть таким себе камнем преткновения, как вы считаете? Ну, прежде всего, для нас очень важно, чтобы Европейский Союз принял для себя решение, чтобы он не ставил в прямую зависимость вступление той или иной страны в Европейский Союз от того, насколько Европейский Союз закончил внутреннюю реформу свою, о которой, собственно, говорит Шарль Мишель. И этого решения пока не принято, но такие наработки уже есть. И я очень надеюсь, что именно таким образом, как параллельными вот этими треками, параллельными процессами нам и удастся идти. Для нас это важно, потому что тогда это будет означать, что только от нашей скорости и готовности двигаться зависит гораздо больше, чем то, что сделает или не сделает для себя Европейский Союз, и как он ответит на этот вызов внутренней реформы, которую они для себя сейчас сформулировали. Это один шаг. А что касается того, когда это произойдет с нами, я очень не люблю называть даты. Я никогда не считаю, что мы можем просчитать все элементы, которые будут влиять на тот или иной часовой промежуток, когда то или иное событие случится. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы действительно не вышли за рамки того среднего пути, который проходили страны, которые прошли от кандидатства до членства, а они проходили это в среднем за 7 лет. Вот мне бы хотелось, чтобы мы за эту рамку не вышли. И даст Бог, нам это удастся. Ну, конечно же, это зависит от депутата Верховной Рады и от стремления в целом и от работы, от реформ. На завершение, буквально минутка у нас остается времени. Скажите, пожалуйста, вся эта долгосрочная поддержка от Европейского Союза, о которой заявляют некоторые страны, о которой озвучивают лидеры Европейского Союза, может ли тут что-то поменяться? Вот, например, как сейчас США, шла речь о долгосрочной поддержке, как минимум на словах, как минимум моральной поддержке. Но вот касательно финансового, мы видим, что в этом году Соединенные Штаты не приняли еще бюджет касательно финансовой помощи Украине. И не примут. И не примут. А может ли что-то поменяться и в Европейском Союзе? Мы должны понимать, что это не просто там какая-то данность, что нам будут продолжать коллеги, наши партнеры помогать. Очень огромное значение имеет вопрос доверия. Доверие к тому, каким образом мы используем те или иные инструменты или финансовую помощь, которую нам предоставляют наши партнеры. И мне, конечно, хотелось бы, чтобы Украина максимально демонстрировала свою готовность к контролю за этими финансовыми инструментами, прозрачности своих процедур, реальной борьбой с коррупционными схемами, которые все еще имеют серьезное место в разных государственных институтах украинских. И мне кажется, что вот именно от этого, насколько мы сможем измениться внутри, будет зависеть то, насколько системно и длительно будут помогать нам наши партнеры, выделяя больше, чем они сами от себя ожидали в самом начале этого пути. Я очень надеюсь, что как украинское общество демонстрирует свою ответственность, свою взрослость, свое единство, так и, собственно, украинский политик, украинская власть будет готова эту ответственность демонстрировать максимально качественно для того, чтобы не подвести страну. Позвольте маленькое уточнение. Вы сказали, что и не примут США финансовую поддержку. Нет, я сказала, что до конца года. Да, 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 вот, до конца года. Есть ли что-то такое, что может зависеть от принятия решения и переубить республиканцев проголосовать за финансовую поддержку уже в следующем году? Насколько это опасно? Либо же это просто политические внутри у них сейчас идут такие себе перипетии, знаете? Безусловно, мы видим, как внутренняя повестка дня, непосредственно в Соединенных Штатах Америки, она очень сильно увязывается сейчас в этой дискуссии о помощи Украине. Но мы должны понимать, что если мы не будем давать наименьшего повода сомневаться в нас, то тогда гораздо легче будут приниматься те решения, которые сейчас обсуждаются в Соединенных Штатах Америки. И гораздо легче будет, ну, вот ту часть этого решения, которое касается именно поддержки Украины, провести. А это опять о доверии, о прозрачности, о взаимоуважении, о том, как Украина прислушивается к голосу наших партнеров. Вот важно, что если нам говорят послы Большой Семерки, говорят о том, что не назначайте представителей новых членов Рахунковой и Палаты, не знаю, как это называется по-русски, до того, как вы реформируете этот орган, то значит не назначайте, а не делайте это вопреки рекомендациям партнеров. Вот мне бы хотелось, чтобы таких шагов, таких ошибок украинская власть не предпринимала, тогда нам точно получится и аргументировать, и быть услышанными на всех уровнях, во всех государствах наших партнеров, как на уровне общества, так и на уровне политикума. И мы будем продолжать получать поддержку. Огромное вам спасибо за то, что нашли время присоединиться к кемпиру. Всегда рад с вами общаться. Иванна Климпурсенцадзе была с нами на прямой связи глава Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании.